У каждого хоккеиста есть свои кумиры и ориентиры, на которых они хотят быть похожи. Или чьи рекорды хотят побить. Одним из таких ориентиров для всех молодых российских защитников до сих пор остается Сергей Гончар. Сегодня мы бы хотели вспомнить его великолепную карьеру. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Воспитанник челябинского хоккея начал свою длинную карьеру в составе трактора, что неудивительно. Выступление за родной клуб получилось не очень продолжительным, потому что состоялся переход в московское «Динамо». Будучи «Динамовцем», Гончар оказался задрафтованным Вашингтоном под довольно высоким 14-м номером на драфте 1992 года. Почему-то мало кто помнит, что очень большую часть карьеры Гончар провел именно в Вашингтоне. Целых 10 лет начинать пришлось с АХЛ, разумеется. И именно там североамериканские специалисты воочию убедились в том, что перед ним очень солидный атакующий защитник. 42 очка в 61-м матче за Портленд Пайротс вкупе с высоким выбором на драфте означали автоматический переход в главную команду. Гончар не подвел. Высокий игровой интеллект, безупречное видение площадки, отменный выбор позиций помогали не самому габаритному игроку, особенно по меркам 90-х, выходить победителем в дуэлях даже с самыми мастеровитыми нападающими. А диспетчерские таланты при розыгрыше большинства прокачивали не только свою статистику, но и выводили этот компонент на новый уровень. Время в Вашингтоне можно назвать вполне успешным с точки зрения личной статистики. Ведь именно там, в сезоне 98-99, Гончар стал первым российским защитником в истории АХЛ, забившим как минимум 20 голов за регулярку. Четырежды в составе Кэпитолс он пробивал отметку в 50 очков за сезон. В 2004-м, транзитом через Бостон, Гончар оказался в Питтсбурге. Именно там прошла самая яркая часть карьеры. Ну, во-первых, знаменована она была победой в Кубке Стэнли в 2009-м. Это главный командный итог. Однако, болельщики Питтсбурга, помимо очевидных игровых качеств, высоко оценили Гончара за другой, более бытовой момент. Именно он в первые годы приютил у себя молодую звезду по имени Евгений Малкин и стал магнитогорцу настоящим братом, который оказал невероятную помощь в адаптации и становлении Малкина как суперзвезды АХЛ. Английский язык и сейчас-то у Джина не блестящий. А что было в первое время? Представляете? Жень, два-три вопроса. Английский коротенько. Да не, какой английский? Я, б***ь, по-английски. Вкупе с тотальной сменой быта, обстановки, менталитета, да еще и на фоне громкого побега из России в США, Малкину нужна была помощь. И кто знает, что случилось бы с одним из самых талантливых игроков поколения, не окажись рядом Сергея Гончара. На льду Гончар продолжал быть серьезной угрозой воротам соперника. Вообще, в период с 2000 по 2010 год он стал лучшим снайпером среди всех защитников в лиге, а по набранным очкам уступил лишь Николасу Лидстриму. После Питтсбурга в послужном списке Гончара игрока значились еще Оттава, Даллас и Монреаль. Но это уже были завершающие сезоны, и привычного атакующего вклада в игру команды он уже не приносил. Игроки такого склада ума и характера частенько становятся тренерами. Сергей Гончар не стал исключением. Он вернулся в Питтсбург уже в качестве ассистента по работе с защитниками. И в этом качестве взял еще два Кубка Стэнли в 2016 и 2017. А сейчас продолжает ту же деятельность уже в Ванкувере. Сергей Гончар до сих пор остается лучшим российским защитником в истории по заброшенным шайбам и набранным очкам. При этом, по обоим показателям, он входит в двадцатку лучших защитников за всю историю НХЛ. Вы только представляете, какие люди за более чем 100-летнюю историю лиги блистали на ледовых площадках Северной Америки. И сразу станет понятно, что это просто выдающийся результат. Из современных защитников на рекорды Сергея Гончара может претендовать пока лишь Михаил Сергачев. Но мы надеемся, что блистательная карьера лучшего российского защитника еще будет примером для молодых талантов, которые, благодаря развитию своих сильных качеств и работой над исправлением слабых, составят реальную конкуренцию Сергею Гончару в исторической гонке за лучшими индивидуальными и командными результатами. На этом все. Пишите в комментариях, чем вам запомнилась карьера Сергея Гончара. А если вам понравилось это видео, ставьте свой национально рекордный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте про наш телеграм. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч. Пока!